Конная езда Раньше лошади использовались как средство передвижения, но и сейчас, когда появились автомобили, интерес к ним не пропал. Для занятий с лошадьми создаются специальные клубы даже в крупных городах с развивающейся инфраструктурой, без которой мы себе уже не представляем жизни. Хотя иногда человеку все же стоит отдохнуть от современных технологий вблизи природы. Целью создания этого клуба была дать возможность подросткам, детям, возможность общаться с этими лошадьми и быть хорошими всадниками. Может, не обязательно они достигли каких-то спортивных высот, но понятие, что такое лошадь, обращение с ней, причем культурное обращение, не так, как у нас многие ребята умеют хорохориться на лошадях. Лошадь – очень умное животное, в общении с которым многому учишься – смелости, мудрости, терпению, храбрости в преодолении препятствий. Отношения с лошадьми нужно выстраивать на уважительном обращении к ним, понимании того, что принесет им пользу, а что может нанести им вред. Лошадь должна быть другом тебе, чтобы она, если действительно тебя ранили, ты упал, или ты попал в какую-то тяжелую ситуацию, чтобы она тебя выручила из этой ситуации. Надо вот так себя вести с ними, а не озлабливать их и делать такими, чтобы они кидались на людей, кусались и били ногами. Это же все человеческий фактор, это лошади не сами такие озверилые бывают. Сюда приходят люди разных возрастов с разными целями. Кто-то приходит просто посмотреть на лошадей, приводит детей, которым встреча с грациозными животными дарит массу положительных эмоций. Кто-то посещает клуб по рекомендации врача, ну а кто-то приходит с далеко идущими планами – обучиться верховой езде на хорошем уровне. Здесь приходят детки на экскурсию со школ, приходят в участие. Есть группа из 12 ребят, 14-15 лет, которые пришли, им вообще это было неинтересно. А потом, когда они уже тронули, почистили, первый раз сели, у них уже глаза загорелись. Интерес проснулся, им стал интересным. То, что Всевышний Аллах в одном из аятов Корана упомянул лошадей словами «клянусь скачущими, запыхаясь лошадьми», дает нам представление о превосходстве лошадей. Во время состязаний лошадей в скачках присутствуют ангелы. Лучшее из верховых животных, что оседал человек – это лошадь. Ржание лошади во время военного похода, то есть на поле боя – это дуа. «Аллаху мансуру, ибадок аль-му'минин аль-кафирин, о Аллах, помоги твоим верующим рабам на поле боя над неверными». Лошадь чувствует своего скакуна, его духовные и физические качества. Созданная из южного ветра, она является очень быстрым, сильным животным. Самое любимое животное пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, – это лошадь. В сборнике Бухари говорится, что Джарир Абдуллах увидел посланника Аллаха, который проводил двумя пальцами по лбу своей лошади и говорил, что на лбу лошади прикреплено баракад «Благодать» до судного дня. Существование иконных клубов – это прекрасная возможность для городских жителей укрыться от каждодневной суеты, забыться на время от всех забот и проблем и полностью посвятить себя общению с лошадьми. Обстановка позволяет окунуться в атмосферу размеренной сельской жизни.